Это я, Фанзи. И в этом ролике вы увидите много ПВП, создание клана и строительство клан-дома. А ещё я получил БАДН. И видимо, это конец. И всё это происходило на лучшем грифском сервере Арис Майн. Айпи на экране и в описании, присоединяйтесь. А если наберёте 3000 лайков, то завтра выйдет новая часть. И подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропустить. А мы начинаем. И я вновь нахожусь возле своей базы. Но честно скажу, я её даже уже не узнаю, потому что взглянем. Там какая-то ферма бамбука, тут какая-то ферма бамбука. А сверху, я так понимаю, вообще чей-то город. Ну и как вы понимаете, сегодня речь пойдёт не о этом городе. А о том, что я хочу создать свой собственный клан. Но проблема заключается в том, что у меня максимально мало места. Но прежде чем создать клан, давай посмотрим, что есть сейчас у нашего скупщика. А ему нужны товары, которых у меня, к сожалению, сейчас нет. А поменяется он только через 14 минут. Итак, как я снова без каких-либо ресурсов, нам нужно приписать команду слэш кит. Ну и после взять свой набор игрока. Ну и теперь, когда у нас имеется обычный кит игрока, мы с тобой что делаем? Мы собираем все выросшие арбузики. Получаем целый стак и 22 ломтика. После идём на нашу ферму какао-бобов и собираем все какао-бобы. Получаем 2 стака, 7 какао-бобов и нам нужно спуститься к нашему тростнику. А тут у нас с тобой находится... По-моему, в тростнике нет таких предметов. Напишите в комментариях, что делать с этими ресурсами. Я, конечно, молодец, бамбук я собрал, а обратно поставить забыл. И да, у меня уже есть идея, где можно построить нашу клановую базу. Она будет находиться сверху, но проблема заключается вот в чём. Давай, покажи себя. А чё ты не показываешь, что ли? О, где он? Стоп, что? Да он только что здесь был. В общем, сверху передвигается алмазник. И да, вон он находится, рядышком. И выходить туда крайне опасно. Можно попробовать его заманить к себе в ловушку. Но каков шанс то, что я туда добегу, неизвестно. Да, 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 теперь у меня здесь будет целая пати. Давай, знаешь, как с тобой сделаем? Мы сейчас пропишем команду ПВП-С, а не убить то, что я хочу с кем подраться. И пойду тоже на РТП бегать меня искать. Всё, мне по сути и нужно было, чтобы мне нашли дуэль. Я даже ПВП-хаться с ними не буду, просто немножечко отвлечь. Чтобы они как раз таки побегали, поискали меня. Хотя, вот этого игрока в целом можно попробовать даже и убить. Ну-ка, давай-ка, лови-ка стрелу. Ну, почти поймал. Ну, в целом, план был хороший. Всё, теперь нужно вновь избавиться от этих деревьев. В прошлой серии мы их посадили, чтобы вам прикрыть наши ловушки. Вот такие вот. А сегодня придётся заново их убирать и опять бежит кто-то ко мне. Опа, вы достигли нового уровня! Офигеть! И да, у нас теперь четвёртый уровень. А, да, вот. Вы успешно прошли квест на колол дров. Награда выдана, подробнее квест. Давай пропишем команду SlashQuest и посмотрим. Мы с тобой получили 20 опыта и 8 тысяч долларов. Ну, что ты будешь делать? Почему возле меня всегда находится какой-нибудь жёсткий алмазник? Я, честно, не понимаю этого. Он упал! Он упал только что в ловушку! Чего, серьёзно? Надеюсь, я это записал. Всё, летим туда. Надеюсь, он ещё не выбрался. И, эм... Подождите, он тут или нет? Я не понимаю, где он? А каким боком он уже вылез? У него донат предметы или что? Для кого я эти ловушки строил, чтобы из них просто вылазили каждый раз? Опять на меня совершили нападение! Сразу три игрока! Нифига! Так, возле наших ловушек бегаем. Если что, просто прыгаем туда и там уже их убьём. Поэтому далеко не отходим. А, вон, я их вижу. А, подождите, они не в Тиме? Нет, они в Тиме! Стоп, а что тут происходит? Давай откроем ещё эту ловушку. Мало ли, вдруг кто-нибудь в неё тоже провалится. И бежим к этому игроку. Так, ну, стоять! Да что ж ты будешь делать-то? Расточечка! Хорошо! Вторая! Всё, минус один! Мы получаем алмазный меч, и тут бегает второй игрок. Стоп, ну он без брони. Куда ты броню свою делал? Кажется, я знаю, куда он делал свою броню. Вот она стоит! Расточка! Вторая! Третья! И мы получаем ещё халявные ресурсы. Кстати, мне на самом деле был нужен алмазный топор, чтобы я смог до конца срубить все эти деревья. Ну и пока на моей территории бегает порядка десяти игроков, я решил вновь вернуться к скупщику. И посмотреть, мало ли вдруг у него появится товар, который я смогу им продать, и им на этом заработать очень много игровой валюты. Остаётся буквально ничего. Всего лишь шесть секунд, и мы с вами узнаем, что же у нас будет. Три, два, один, и новые товары появились. Бамбук! Слушай, я тут так подумал, каменный меч, 64 предмета за 2000 долларов. У нас с тобой имеется очень много камня и очень много дерева. Я вот только телепортировался домой, у меня сразу несколько игроков, и около вас телепортировался я игрок. Вы посвящен на некоторое время. Это очень удобно выживать, конечно, да. Так вот, мы сейчас сложим все ненужные ресурсы, ну, к примеру, вот сюда. Возьмём дофига дерева, и посмотри, как много у меня этого булыжника. Мы с тобой прямо сейчас сделаем дофига палок, и просто делаем мечи. О, целый стак можем забабахать. Это выкидываем, и бежим к нашему скупчику. Я не знаю, сможем ли мы заработать на этом миллионы, но, тем не менее, давай попробуем. Выбираем абсолютно все предметы продать, и получаем 782 монеты. Не, ну, в какой-то степени это лёгкие деньги, но, с другой стороны, чё-то как-то тяжеловато. Наверное, дольше мы с вами будем просто туда-сюда бегать, поэтому, ну, да, на этом можно заработать, но это, блин, это слишком долго. Вот, кстати, очень интересно, можно начать рыбачить. И ловить тропические рыбы. 64 предмета за 11 тысяч. Хотя мы с вами будем просто стоять и рыбачить. Но, давай-ка попробуем ещё добыть очень много песчаника. Телепортируемся к нам домой, и нам нужно найти кирочку. По-моему, вот эта кирка, или была ещё лучше. И да, я всё ещё не могу, как раз-таки, начать строительство. У меня очень много игроков, которые меня убьют, поэтому я пока что протестирую различные заработки от скупчика. И мы выбрали с вами, пока что, песчаник. Теперь нам бы его ещё... Опа, я вижу, кажется, вон он песчаник. Кажется, удача сегодня на моей стороне. Хотя, я знаю, сейчас какой-нибудь игрок сюда ещё телепортируется в алмазки и пойдёт меня по приколу убивать. Так, смотри, это у нас свободная территория. Мы здесь можем добывать песчаник, и, блин, у меня кирка не на эффективность 5, а на эффективность 3. Ой-ой-ой. Да, я добываю достаточно быстро этот песчаник, но, учитывая то, что там нужно несколько стаков его принести, это будет долго, мне кажется. Смотри, я потратил примерно, может быть, минуты 4, ну, либо же 5, и добыл целых 3 стака песчаника. Но, знаешь, в чём ещё маленькая проблема? Скорее всего, этот заработок подойдёт для тех, у кого дофига алмазов и бесконечное количество уровня, потому что, как мы видим, кирка тоже ломается, и причём довольно очень быстро. Вновь бежим к нашему скупщику, и просто отдаём ему весь этот песчаник. Мы заработали 2,5 тысячи долларов. Ну, вот, к примеру, мы потом вообще не захотим идти в шахту. Сколько стоят алмазы? Угу. Что вообще, простите? Нет-нет-нет, плохой заработок. Давай попробуем заработать на дубовых листьях. Вообще, просто быстренько посмотрим, потому как у меня... Что? У меня... А, есть один какой-то игрок, давай посмотрим, в чём он. А, понял, понял, там алмазник, спасибо, не-не-не-не. Смотри, мы с тобой крафтим просто быстренько ножницы себе. И теперь просто открываем чат, телепортируемся на рандомную телепортацию, и это у нас берёзовые листья. А нам нужны вроде бы дубовые. Хотя, давай ещё раз проверим, а то сейчас мы с тобой добудем, и это будет не то. Да, нам нужны именно дубовые листья. Ага, когда мне нужны дубовые листья, я нахожу даже мухоморы. Ладно, это действительно оказалось достаточно сложно. Смотрите, сейчас будут кадры без монтажа. Я пишу команду РТПС, и мне попадается территория, где нету ни одного... Ну, хотя ладно, ну вот там вот есть, но я больше уверен, что это находится в привате. И давай мы сейчас телепортируемся ещё раз на РТПС, телепортируемся и просто посмотрим. Тут у нас только берёза и, кажется, дуб. Но мне почему-то что-то подсказывает, что это листья тёмного дуба. И вот там вот крошечное дерево стоит. Блин, это вообще невыгодный бизнес. Мне на самом-то деле нужно строить, и вроде как сейчас тишина тут. Да, у меня получилось всё. Давай мы с тобой возьмём дубового бревна побольше и просто забабахаем огромную коробку. Поэтому быстренько переделываем это всё дело вот так, отлично. И просто начинаем строить. Всё, поехали. Угу. Приехали. Вот это я молодец. Трёх очков он сам себя закинул в ловушку. Тут нужно немножечко подправить, чтобы мы сами не падали к себе же в ловушку. Во, вот так вот и поехали. Но нет, ну посмотри. Я только вернулся на свою базу, и меня уже два алмазника начинают фигачить. Да что ж такое-то. Как на этой базе вообще развиваться? И да, они сейчас пытаются найти ко мне путь, чтобы залезть и убить меня. Ну конечно, а как иначе-то? Мне тут пришла одна интересная идея. А что если пользоваться теми подгонами, которые вы оставляете в целях своей же безопасности? Потому как мне совсем недавно скинули целый крутой сет. Угу. Вон смотри, стоит сверху, стреляет по мне. Ага, ещё каким луком? Да ты что, прикалываешься? Нужно срочно быстренько это дело закрыть. Я не знаю, как это ускорить. То есть пользоваться своими сетами, точнее сетами игроков, которые мне дают в целях своей же просто безопасности. Лети вниз, всё, спасибо. Ну да, они теперь просто будут мне мешать. Будьте серьёзны, ребята. Нафига мне так просто мешать, не давать построить просто даже банально домик. Ладно, я их просто закрыл у себя же по факту и сейчас пойду достраивать дом. Сидите там, всё, 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 сидите. Добро пожаловать в мой клан под названием Блинчики. Теперь вы первые, кто в нём будете. Всё, сидите в нём. Куда этот вылезти хочет? Сидеть. Они на меня напали. Теперь пытаются тут сбежать? Серьёзно? Не-не, оставайся, оставайся. Я дострою этот дом любой ценой. Если даже меня убьют. Поэтому быстренько застраиваем их. Ой, один вылез, один вылез. Чипой, 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 бежать, 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 бежать. А как от него убежать-то? Нужно... Офигеть, у него меч. И что мне прикажете с ним делать? У него меч снимает просто пол моего баллона. Ну хотя мы его тоже снимаем неплохо. А ну стой, 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 стой. А если мы что-то убьём? Он залагал, он залагал. Он завис. просто такая плюха прилетела за что так как и берем деревянный наш топорик и побежали их дальше пинать я уверен там очень много рис валясь которые они даже унести не смогут туда тут рез и рез и рез и хорошо переодеваемся алмазка ну слушайте плюс-минус я сохранил ресурсы которые мне были нужны подожди видел то что он что-то выкидывал он что-то выкидывал это алмазник карма просто возвращается спасибо тебе алмазник что убил их все заходим к себе домой и переодеваемся спокойно все я в алмазке я поднялся еще офигеть ребят вот этого я точно не ожидал все нужно быстренько закончить строительство нашей базы для клана я буду спокойно да куда ты лезешь ну что 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 это тоже самое из блинчиков у нас убивал по моему всем я достроил эту коробку ее нужно теперь залить сто процентов водой чтобы сюда никто не смог пройти нам теперь нужно создать бесконечный источник воды у себя на базе для этого мы с вами берем вот тут водички и партируемся быстренько домой бесконечный источник мы с вами сделаем где-нибудь наверно там в уголку и теперь нам по-хорошему нужно заменить здесь пол сделать его хотя бы деревянным а то как-то некрасиво будет если я в клан буду принимать игроков у меня как бы дом будет из земли они прямо сейчас пытаются ко мне попасть в дом ё-моё окей разливаем быстренько ведро с водой здесь здесь и ты чё там делаешь там сразу два чувака пытаются разливаем больше воды больше все вроде как они с помощью курсов к нам не попадут тоже здесь очень много воды всем теперь ко мне не пройти это такая небольшая неприступная крепость и честно скажу я максимально рад потому что мы теперь с вами можем здесь разместить все что захотим может ну сами посмотрите у меня здесь максимально мало места я надеюсь то что я сейчас смогу спокойно выйти из своего этого домика и срубить немножечко бамбука потому что он есть у скупчика да смотри мы вышли прям идеально и давай наверное мы сюда вход еще застроим чтоб никто туда не прошел все начинаем рубить как можно быстрее пока здесь нету игроков потому что у скупчика есть бамбук а нам нужно все-таки стать миллионерами ну нет ну зачем ко мне вот так вот прыгают для чего я не понимаю мне нужен бамбук пожалуйста побыстрее побыстрее мне наскладство впечатлению просто уже сверху скидывают все я забрал хотя не там еще есть еще есть еще вову все все вроде как все забрали в арт-маркет побежали продавать нашему скупчику я так рад то что я смог выйти из своего домика и тут что-то панатки скидывали у него еще 6 минут поэтому продаем все предметы на 10 тысяч долларов я не могу вернуться к себе даже домой просто посмотри меня здесь все время поджидают ладно придется его убить хотя у него никнейм то что они зато просто передо мной появляются игроки здесь уже жить невозможно мне кажется окей забираем его ресурсы яблоко мог бы не есть хотя бы не его ставил раз тычка вторая все мы убили но этого тоже за компанию убьем я тут так подумал то что он намного безопаснее уже находиться на поверхности то есть вот в этом вот домике мы теперь с вами просто пишем дал хома хома не ставим дом с таким названием не найден как так дал хома а все отлично и ставим новую точку дома сетхом вы сможете выполнить эту команду через 7 секунд до через 7 секунд я уже окажусь на спавне больше здесь никогда не появлюсь ставим еще раз так он все наконец-то и теперь мы он ушел не уж хотел идти его убивать но повезло надо поставить двойной туда люк чтоб точно не прошли ладно хорошо мы с вами поставим сюда сразу четверной люк чтобы точно никто не смог сюда пройти то есть это вот так вот 1 2 и вот сюда вот можно поставить все никто сюда не пройдет и теперь в целом здесь можно разместить побольше сундучков то есть тут у нас будут находиться те кто живут в клане и те кто хотят просто побыть по различка все мы сейчас тут с вами убьем ребят нет ну я хочу действительно просто повыживать а меня пытаются убить каждую секунду и это не сильно души приятно он выплыл отлично все мы его убиваем ребят ничего не знаю мне нужно просто убить этого игрока чтобы мне не мешал а у тебя еще и слабость как круто ладно мы сейчас как-нибудь закроем так как закрыть то проблема хорошо ничего страшного вроде бы пока что нету мы с вами что ты будешь делать почему меня убивают на моей же территории как это вообще называть просто одну и вы оставили на моей же территории он еще ко мне пришел я не понимаю в чем смысл все мы его просто обязаны с вами отпинать ну это просто уже чересчур наглость эфи момент слейте так вот я хочу напомнить то что я выживаю без какого-либо доната без каких-либо привилегий и тем более entry я хочу показать то что действительно можно выживать даже без доната ну как видите у меня даже есть дополнительные сетал маски уже в инвентаре и сейчас мне нужно очень много сундуков на этой территории потому что теперь это мой новый дом а то что снизу это мой игроки за грифер или я вас уверяю то что скорее всего если вы будете выживать без нато вам так мешать не будут как мешают мне потому что я это все дело записываю и все знают где нахожусь слушай мы такие ресурсы хорошие выбили а может быть прямо сейчас отправиться на пвп с кем-нибудь давай наверно так и сделаем мы с тобой даже броню сейчас переоденем то снимаем обычную маску и надеваем супер крутую алмазную броню теперь пишем команду пвпс и просто ожидаем а у него лука не было так по факту мы в алмазке и нам попался тоже какой-то алмазник поэтому мы кушаем яблоко не выбивай зелье огнестойкости зелье огнестойкости я думал это баф силы юма и у меня обманули плана если у нас есть баф силы на это тоже хорошо у нас еще зелье слабости поэтому мы должны догнать этого игрока и дать ему небольшого пинка пожалуйста не уплывает меня у тебя по-любому хорошая броня и как не те катышку дать давай стрела не долетает а может быть вот так вот все мы с ним катышки хорошо и теперь уплываем на нашу территорию то есть нам нужно выплатить куда-нибудь на поверхность и с ним тут сражаться под водой будет не очень удобно прямо ему сносит достаточно много по ух нифига мы ему наносим кажется у нас сейчас будет пополнение алмазной брони по крайней мере на это надеюсь ну да у него очень мало х пешек разточка хорошо 2 но нет какое яблоко куда ты чё а ты даже так сделал ну а нам пускай мы сейчас под слабостью будем мы сделаем то что мы его испугались и будем от него убегать у него меч кстати очень хороший я так понял слабость нас будет еще 44 секунды а у нас она непонятно даже на сколько но давай лучше поднимемся повыше и попробуем его потом даже скинуть вниз да смотри бежит за нами мы сейчас берем просто объем его на 20 х пешек ого скидываем давайте лети 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 вниз ну почему ты вниз ты не летишь мы его будем косты тем то что он будет подниматься к нам а мы будем о скидывать давай раз . хорошо еще . отлично это с учетом того что у нас еще слабость ребят я уверен без слабости он бы уже бы разлетелся 18 хп уже меньше и меньше меньше да давай же умри сколько там хп то ладно Кушаем стейк, потому что у нас ещё всё-таки как-никак слабость работает. Так, теперь на него скидываем. Всё, теперь он под слабостью. Отлично. Надеюсь, что у него больше нет этих зелий. И мы его сможем спокойненько отпинать. Ну да, он нам почти ничего не снимает, поэтому можем идти в обанку просто впинать его. А мы теперь без слабости и можем его фигачить. Нифига, у него там яблок. А чё так много? Снимаем ему этот щит и идём дальше его пинать. Нет, нет, не ешь, не ешь. Оставь-ка типа мне немножечко яблок, пожалуйста. Ну мне так нужны эти сеты. Ещё тычка, ещё. Понял, спасибо. Не, ну он нас так-то тоже коцает, но я пока что не хочу кушать и регениться, потому что это мой шанс его убить. Нет, он умер. И мы почти тоже. У нас пол хп осталось. Нифига, и мы выбили с него защиту 2. Ой, набор аристократа. Отлично. Это с учётом того, что у нас было всего лишь одно пвп. Ну, конечно, зелье слабости мне бы ещё одно не помешало. А, я только что увидел, как этот чувак прошёл прямиком ко мне с помощью хоруса и тепнулся вот сюда. Как ты это сделал? А, это опять ты пришёл мне реза отдавать. Давай, я не против. Главное, чтобы у тебя сейчас не было зельки этой. Так что отойди от меня, я не хочу, чтобы он её в меня забрасывал. Получай тычку ещё. Кто здесь дерётся? Стоп. Что, подожди, что произошло? Я не понял. Нет. Вы были забанены на сервер Айрис Майн? Вас забанил игрок античит. Ваш никнейм. Вы забанены на целый час. Чего, простите? Так, я снова захожу на Айрис Майн. И я надеюсь, что моя броня не пропала, если меня сбанили по причине читер. Хотя я играю без каких-либо читов. Чё это было вообще? Окей, мы с тобой нажимаем на классический четвёртый гриф и я жив. Тут резы мои валяются. Фух. Ну, точнее, как валяются. Они на мне надеты. Короче, вы меня поняли. Всё, нужно этого чувака отпинать и радоваться жизни. Он ко мне в сундуки вообще залез. Ты офигел? Меня античит тут банил. Ты ещё залез ко мне в сундуки. Хотя, знаешь чё, я тут так подумал. Можешь там и сидеть. Как его отпинать-то? О, можно его пинать. Отлично. Вот это мне нравится. Мне нужно рез сложить. Если меня сейчас ещё раз забанят, это будет не очень хорошо. У него очень мало хп. Да сколько тебе бить-то можно? Всё, отстань. Ух, наконец-то. Теперь мы с вами можем сложить все эти ресурсы. Ну нет, у меня ещё какой-то игрок возле дома. И знаешь, я подумал то, что пора всё-таки создавать клан. Для этого мы с тобой открываем чат и пишем команду клан. Крейт им. Давай назовём его Fancy Squad. То есть FSQ. Всё. А, клан с таким тегом уже существует. Ну, тогда Fancy Squad. Фейк. Да, всё. Мы создали наш клан. И в следующей серии я уже буду набирать туда игроков. Если вы хотите попасть в клан, то обязательно заходите ко мне в телеграм-канал. Туда я скину анкету для заполнения ко мне в клан. А, ну и немного важной информации. Ты можешь кликнуть вот на эти два ролика. Я тебя уверяю, они получились лучше, чем этот. И заходи на лучший грифский сервер Iris Mine IP на экране и в описании. Я тут играю абсолютно каждый день. Ну и про лайк, подписку тоже не забудь. Ну, а с тобой был Fancy. Всем пока.